МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Иван Безлюдов и сегодня в выпуске. В Борисовском райисполкоме состоялась встреча молодых специалистов учреждений здравоохранения с руководством региона. 2 февраля в Борисове по улице Ватутина произошел пожар. В библиотеке имени Пушкина прошла презентация книги нашего земляка Виктора Семеновича Ефремова. Ефремизмы. В Орше подрастает хоккейная смена. Около полутора сотен мальчишек из нашего и соседних регионов, включая Дубровна и Толочин, несколько раз в неделю посещают занятия на льду. Все профессии нужны, все профессии важны. Но есть такие, которые не просто важны, а жизненно необходимы. Среди них профессия врача. 2 февраля в Борисовском райисполкоме состоялась встреча молодых специалистов учреждений здравоохранения с руководством региона. Встреча состояла из двух частей. В первой для молодых специалистов провели экскурсию по Центральной районной библиотеке имени Ивана Хрисанфовича Колодеева, где познакомились с творчеством нашего земляка Валерия Шкаруба. Рассказали о войне 1812 года в Центре краеведения, а также гости посетили художественную галерею «Зьява». Во второй части мероприятия молодые специалисты получили возможность задать все интересующие их вопросы к руководству города и получить на них ответы. Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. Обращаясь к присутствующим в зале молодым специалистам, председатель Борисовского райисполкома Владимир Миронович отметил, что у каждого из присутствующих есть огромный потенциал, который нужно раскрыть и направить в нужное русло. А тот факт, что они находятся в этом зале, говорит о высоком уровне признания их достижений. Владимир Владимирович призвал молодых специалистов не бояться проявлять инициативу, искать новые подходы к работе, чтобы первое рабочее место стало хорошей стартовой ступенькой в большом профессиональном росте. Здорово, что мы собрались сегодня. Мы можем друг другу задать те вопросы, которые нас волнуют, нам это важно для дальнейшей работы, которая будет устраиваться на этот год, наверное, на следующие годы. Нам важно понимать, что волнует вас. Нам важно знать ваши предложения. Нас в целом здравоохранение Борисовского района, оно не такое большое, конечно, как в областных городах, но не такое маленькое, как в районе. У нас учитель, очень опытные врачи. В парадных направлениях, в парадных медицинских учреждениях. У нас есть и династии, у нас есть очень много интересных. У нас, на Борисовщине, вы будете принять пользу нашим людям. Но мы будем вам помогать. Председатель Совета депутатов Петр Викторович Новицкий поприветствовал собравшихся в зале молодых специалистов, а также выразил уверенность в том, что благодаря их знаниям, свежему взгляду, материально-техническая база Борисовского района будет не только использована во благо района и города, но и приумножена. Их специальность отличается от всех специальностей, потому что, если может где-то кто-то может ошибаться, инженер или бедовок, то представители здравоохранения в ваших руках, здоровье не только вас, самих ваших родных и близких, но и всего населения нашего Борисовского района. Если у вас есть такая вот жилка от рождения, что вы стремитесь показать себя, то мы на сегодняшний день очень рады. И Владимир Владимирович, исполнительная власть, у нас есть резерв кадров. То есть все есть, все зависит от вашего умения, от ваших знаний, от ваших стремлений. Но это самое основное – это ваше желание. То есть было бы желание, все придет. На сегодняшний день нет критерий, нет остановки в своем развитии, в своем движении. Много делается исполнительной власти, или всеми ветками власти для того, чтобы сохранить молодое поколение, сохранить кадры на нашем Борисовском районе. Выбор профессии всегда нелегкое дело. Но для этих молодых специалистов он был очевиден. Я как-то даже не задумывалась, куда мне пойти. Мне всегда очень хотелось стать доктором. Может быть, это связано с тем, что у меня в семье много медиков. Но это было как-то сознательное решение. То есть я пришла к этому даже, когда уже была постарше. Не хотелось никогда менять свою профессию. Скажите, а что для вас профессия врач? Ну, вы знаете, некоторые воспринимают врача как очень высокого, гуманистического какого-то. Да, такую профессию гуманистическую. Но я считаю, что мы призваны просто служить людям, повышать их качество жизни. Мы как сфера обслуживания, а не то, чтобы мы должны делать людей счастливее и спасать им жизни. То есть мы должны быть более приближены к людям, я считаю. Профессия сама по себе очень благородная и несет в себе что-то хорошее людям. Ну и вот из детства очень много времени с врачами проводил, можно так сказать. Поэтому остались такие впечатления. Не знаю. Помогать людям очень благородно. В принципе, с восьмого класса я знал, что стану врачом. И как вам? Нравится работать? Очень. Я, в принципе, доволен своей профессией. Очень такая востребованная на данный момент. Наверное, просто потому, что мне это нравится. Нравится быть полезной людям, помогать людям. Такие встречи нужны не только для решения проблемы трудностей, которые порой встают перед молодыми людьми, но также это возможность познакомиться друг с другом. Никита Дементьев, Татьяна Савлевич, Артур Дивин. Телекомпания «Скиф». 2 февраля в Борисове по улице Ватутина произошел пожар. Работники МЧС спасли хозяина, который с ожогами 1-4 степени, а это 95% тела, госпитализирован. Причина пожара устанавливается. 2 февраля, 16 часов 47 минут. Улица Ватутина, дом 22. Возле дома стоит специальная пожарная техника. В двухкомнатной квартире, где произошло возгорание, работают спасатели-пожарные. Источник задымления – горящий диван, на котором лежал мужчина. 2 февраля на линию 101 Борисовского городела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о задымлении в квартире по улице Ватутина в городе Борисове. По прибытии пожарных подразделений установлено, что произошло задымление в квартире. В результате возгорания поврежден пол на площади 2 метра квадратных, поврежден диван, постельные принадлежности, закопченные стены и потолок в жилой комнате. В результате возгорания получил ожоги 2-4 степени 95% тела хозяин домовладения, хозяин квартиры 1948 года рождения. В настоящий момент находится учреждение здравоохранения Борисовская центральная районная больница в критическом состоянии. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении хозяина. 2 февраля спасатели пожарной Борисовского гороотдела по чрезвычайным ситуациям также выезжали на тушение деревянного дома в деревню Лошница и на тушение мусора на строительном объекте в деревне Пересады. Я Лена Хомич, Артур Дивин, телекомпания «Скиф». В библиотеке имени Пушкина прошла презентация книги нашего земляка Виктора Семеновича Ефремова «Ефремизмы». Аршанцы могут слышать некоторые цитаты из книги «На волнах» радио «Скиф». Начался творческий путь писателя более 50 лет назад. Поначалу писал сначала «Вленский призыв» свои работы, потом «Варшанскую газету». И если бы не Игнатова Людмила Григорьевна, которая настоятельно требовала собрать все и организовать книжку первую, вторую, она столько проделала работу в этом отношении, что получилось, что я даже сегодня второй раз презентацию делаю второй книжки. Если бы не она, ничего бы, наверное, осталось в записях и в архивах «Оршанской газеты». Вот, за что ей, конечно, большое, огромнейшее спасибо. Вот, ну что о себе. Творческий путь я начал как пародист поначалу. Басни писал. Первая басня была напечатана больше 50 лет тому назад в «Ленинском призыве». Называлась она «Блат» с четырех строчек. Самая коротенькая басня. Вот, теперь есть у нее продолжение о «Блате». Ну, уже две строчки. Но это не в этом дело. Главное, что я стараюсь уйти от многословия, краткостей. И все мои апаризмы вмещаются в одну фразу. Вторая книга апаризма, лучшая выбранная, взятая из первой книжки. Ну и новая подборка там. Поэтому она получилась, хоть и избранная, она получилась толще, побольше, чем первая книжка по этой причине. Ну, вот, хочу сегодня, конечно, как и первые экземпляры отдать в библиотеке. Второй экземпляр моих апаризмов тоже подарить читателям. Пусть читают. Как отметил Виктор Семенович и ведущая «Вечера», основная заслуга в том, что книги «Увидели свет» принадлежит Людмиле Игнатовой. Она прочитала несколько афоризмов. О том, что голова пуста, поведали ее уста. В колодце жизни не ищите дна, пока в нем есть хоть капелька дна. Вы слышите, какая музыка в строках этих? На нейницу жизни не лейте слезы. Разрушив чужое жилище, оплачешь свое пилище. Где помыслы всегда чисты, там в прошлое не жгут мосты. Покуда гложет душу червь сомнений, не принимай сомнительных решений. А затем подарила и автору, и зрителям видео афоризмы, которые подготовила лично. Хорошо знали, мы с ним не только друзья по литературному цеху, но одновременно были производственники, работали одновременно на Оршанском арензаводе. Мы хорошо друг друга знаем. Это я как человек, я могу характеризовать, что это очень добрый, отзывчивый человек. Он действительно производственник с высокой точки зрения, если говорить. Ну, а то, что он занялся таким очень сложным, значит, литературным трудом, это, я думаю, только почет и уважение. Я даже не знал одно время, что Виктор этим занимается, но, однако, почитавший его произведение, а это произведение, афоризм – это, своего рода, особый литературный жанр. Он имеет для себя такие особенности, что требует и точности, и попадания в цель, самую цель, куда направлено это слово. Поэтому мне очень приятно, что такой автор живет среди нас, и, конечно, я думаю, что будет он у нас продолжать заниматься этим делом, и действительно можно всегда что-то такое вот не просто почитать, а почувствовать такое в этих его выражениях. Ведь афоризмы имеют то особенность, что они иногда внешне вроде бы какие-то знакомые, но внутренне у них большой и очень важный смысл есть. Поэтому, Виктор, я тебе желаю надежнейших творческого успеха. А создавать уютную домашнюю обстановку помогали члены клуба авторской песни «Акцент». Как я когда-то писал, такое афоризм, что ликование, а то публикование, и приятно, когда тебя читают, и что когда пишу, ловлю себя на том, как здорово быть вхожим в каждый дом. В Орше подрастает хоккейная смена. Около полутора сотен мальчишек из нашего и соседних регионов, включая Дубровна и Толочин, несколько раз в неделю посещают занятия на льду. В один из таких дней наша съемочная группа встретилась с юными хоккеистами 2008 года рождения. Сейчас в ледовой арене, которая является филиалом «Маршанской с Дюшор номер два», работают несколько тренеров по хоккею. Занимаются у них дети 2005 года рождения и младшие. Герои нашего сегодняшнего сюжета – команда детско-юношеской спортивной школы 2008. Главная мечта каждого игрока здесь – вырасти настоящим хоккеистом. Малыши и их родители просто влюблены в лёд, клюшку и шайбу. Марат Кузьмич занимается хоккеем уже три года. Говорит, особенно любит принимать участие в соревнованиях. Больше всего мальчику запомнился турнир «Ворша», на котором он получил звание лучшего игрока. Когда мой брат стал заниматься хоккеем, я приходил на него тренировки и тоже хотел заниматься хоккеем. Мне хоккея нравится, потому что команда хорошая. Мы делаем дриблинг, мы делаем разминку, бросаем поворот. Самое главное в хоккее – это стратегия – побеждать, забивать. Хоккей – спорт динамичный и мужественный для активных и энергичных детей. Занятия этим видом спорта помогают оторвать ребёнка от компьютера и улицы. А ещё малыши приобретают друзей и увлечения на всю жизнь. Ведь в хоккее главная команда, говорит Богдан Качанов. На ледовой коробке смотрел, как некоторые дети катались. Мне этот вид спорта прилёг, понравился, и я решила тоже на него пойти. Потому что он для мужчин, нам надо бороться, кататься, забивать. Сначала ни с кем не знакомился, у меня был там друг, с которым я просто катался по кроме. Я научился бросать, кататься, быстро бегать, далеко на большие километры проходить. Самое главное – это хоккей для меня команда. Потому что игра в хоккей – это за команду. Совсем недавно в большой и дружной хоккейной семье произошло ещё одно важное событие. Малыши и их родители побывали на останкозаводе «Красный борец». Это предприятие стало спонсором команды «Дю США-2008». За что родительский комитет под руководством Натальи Лобоцевич и Виталия Качанова особенно благодарят всех сотрудников, оказавших содействие и помощь, и непосредственно директора Александра Шульгина. Руководство «Красного борца» организовало экскурсию по демонстрационному залу и вручило юным хоккеистам спортивную форму с эмблемой города и логотипом станкозавода. «Есть у нас ледовая арена в городе Орша, мы её посещаем как и частные лица, и как участники различных мероприятий, которые проходят в ледовой арене. И вот попалась нам на вид эта команда молодых, юных спортсменов-хоккеистов. Естественно, завод, являясь одним из лучших предприятий, в том числе и города Орша, решил оказать и поддержку ребятам, которые занимаются активно спортом, которые продвигают и город Орша, и в целом, в принципе, занимают неплохие места на соревнованиях. Периодически мы встречаемся с родительским комитетом, я думаю, что мы совместно рассмотрим и какие-то другие формы сотрудничества и поддержки малого спорта, скажем так. От филиала ледовой арены хочу выразить огромную благодарность за спонсорскую помощь, потому что это очень большой вклад в развитие. То есть для детей была проведена обзорная экскурсия, была вручена торжественно майке, то есть очень много получили впечатления родители, дети, это для них запоминающиеся. И на будущем, я думаю, что на мероприятиях, которые будут выступать дети, это соревнования, турниры, они будут достойно выигрывать, представлять не только город Орша, но и красный борец. Но в череде приятных моментов не стоит забывать о тренировках и будущих состязаниях. В этом году хоккеисты Дю США 2008 несколько раз побывали в горках. В международном рождественском турнире они заняли третье место, а на прошедших выходных – второе. Кроме того, почетную бронзу юные спортсмены заработали на турнире «Золотая клюшка» и продолжат борьбу в плей-офф. Ближайшие игры команды пройдут на домашнем льду. С 17 по 19 февраля на базе арены Орша состоится турнир «Лед и пламя». Так что каждый желающий может не только с пользой провести выходные и насладиться спортивными баталиями, но и поболеть за родную команду детско-юношеской спортивной школы 2008 года рождения. Галина Башкова, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф». Это все новости на сегодня. Далее рекламный прогноз погоды, а эти и другие сюжеты вы можете посмотреть на нашем сайте в интернете skifmedia.by. Я с вами прощаюсь. Удачи в делах. Оставайтесь в курсе событий. 8 февраля в Орше малооблачно с прояснениями. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 20, минус 22, днем от минус 12 до минус 14. За последние 5 лет в метеонаблюдении самая низкая температура воздуха 8 февраля минус 17 была зафиксирована в 2012 году. Самая высокая плюс 1 в 2016. Средняя температура минус 3. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»